Одно из важнейших мероприятий, проводимых в нашей стране, также очень значимый для всего мира — это общенациональный проект «Зеленое пространство». Эта инициатива, как и любое начинание, не лишена ошибок. Какие именно? Первое — неправильно выбирая место и тип растений. Сейчас бывает так, что пустынные растения сажают в горах, а горные растения — в пустыне. Я много спорил по этому поводу, почему эти работы предварительно не планируются. Конечно, кто-то должен контролировать этот процесс. Это большая глобальная проблема, работа, которая даст результат через 20 лет. Вот саженец был посажен в рамках проекта «Зеленое пространство». Нельзя забывать одно — все плодовые деревья привиты, а у привитых растений короткая жизнь. Они могут жить до 20-30 лет, в отличие от чинар, которые живут тысячу лет. Мы должны работать на дальнюю перспективу. Это одна сторона. Вторая заключается в том, что фруктовые деревья нельзя сажать в общественных местах. Потому что плодовые растения привлекают всех. У нас в народе есть поговорка, что фруктовое дерево бросают камни. Точно так же дети бросают в него камни и ломают. Поэтому саженцы плодовых растений следует высаживать в садах. Еще необходимо обратить внимание на размещение растений. Например, нельзя сажать сосну возле чинары или нельзя сажать на близком расстоянии с карыгачом. Потому что они распространяют имеющиеся плохие болезни и насекомых на соседние растения. Поэтому при посадке растений необходимо учитывать промежуточные расстояния между ними. В самой природе, во всем соблюдается равномерность и баланс. Нам остается только этому следовать, потому что все это создано природой, а не нами. Мы можем только приводить в порядок. Вы можете сказать, что в природе растения растут густо. Да, возможно, это новые ростки от корней растения, либо от его семян, значит, свои. Растения одного генотипа защищают друг друга. Как любое животное защищает своих детенышей, так и растения защищают своих. Это явление называется синергизмом. Но также есть нечто, называемое антагонизмом, что означает, что постороннее растение подавляет другие растения. Вот, посмотрите. Это дерево в будущем заразит этот саженец. Если вы мне не верите, то позже можете сами убедиться в этом. Это законы природы. Те, кто не знает законов природы, говорят, что создадут зеленое пространство, серьезно ошибаются. В этом отношении большая работа была проделана в Китае. На обочине главной дороги, после того, как из-за ветра засыпало дорогу песком, по обеим сторонам многокилометровой трассы была образована зеленая зона, растянувшаяся на многие километры. Было видно, что различные растения стали теснить друг друга и с трудом сосуществовали. Если кто видел в интернете, в городе под названием Бристоль, вдоль дороги посажены магнолии. Изначально магнолии сажали разных видов, но они плохо развивались. После этого они осознали свою ошибку и посадили только один вид магнолии. Она и выглядит красиво, и даже когда цветет, красиво смотрится в одном ряду. Другой вопрос, как растение должно удобряться? Вообще, какова цель удобрения? Зачем в почву добавляют органику? В этом направлении также нужно иметь четкое понимание. Абсолютно неправильно удобрять и давать органические подкормки в первый год посадки. В первый год корни растения могут восстановиться за счет силы своего организма. Оно не нуждается в удобрениях. Напротив, излишнее удобрение может вызвать заболевание рассады. Мы должны это хорошо усвоить. Я часто слышал во многих местах, что растениям необходимо давать столько-то лекарств и такую-то подкормку. Это все интернет-фейки. Другими словами, реклама тех, кто продает эти лекарства. Если кому-то нужно продать лекарства, их агенты продолжают убеждать в том, что растения нужно прикармливать лекарствами. Это скрытая реклама. На самом деле, применять лекарства в первый год нельзя, но можно вносить органические удобрения. Почему? Это не для подкормки рассады, а для поддержания влаги в почве. Чтобы сохранить пористость почвы, вносят органику, чтобы корни постоянно получали кислород. Есть такие анаэробные микроорганизмы, которые являются возбудителями болезней. Эти микроорганизмы погибают за счет кислорода и лишаются возможности подвергнуть растения заболеванию. Поэтому каждое действие нужно продумывать и просчитывать. Сейчас я поспорил с людьми, которые положили под это навоз. Они утверждают, что можно вносить неперепревший навоз. Я не говорю, что это мнение на 100% ошибочно. Потому что вермикологии для культивации дождевых червей используют неперепревший конский и кроличий навоз. Здесь действует тот же принцип. То есть, если внимательно посмотреть, то конский навоз добавить можно, но вот вопрос, с какой целью. Он применяется как мульча, а не как удобрение. И может использоваться для облегчения почвы. А вот коровий, овечий и куриный помет необходимо разлагать, разбрасывать их по полю. Без перегноя его совершенно невозможно применять. Если бы кто-то задался целью создать зеленую зону, он бы непременно это обсудил со специалистами лесного или аграрного университета, посоветовавшись с ними, углубленно изучил, а потом начал работать. Сделал бы полезное для будущего не только нашей области, но и также для всей республики. Спасибо за внимание!